Это карта Ленарман, любимая вами и мной. Я открываю коробочку, и я этим картам предлагаю сейчас вот здесь тайные-тайные знания о вас самой. Кто вы сейчас по мнению Высших Сил? Что сейчас в вашей жизни происходит? Что сейчас происходит в вашей жизни, может быть, любимого человека? Это может быть и партнёр, и друг, и отец, и мать, и ребёнок. То есть того человека, которого вы загадаете. Или мужчина, ваш любимый. Здесь будет три сигнификатора. Первый сигнификатор — это вы. Кто вы сейчас по мнению Высших Сил? На дне колоды была карта Птицы. Расклад стоит продолжать, он будет для вас очень и очень информативный. И это будет ваш сигнификатор. Вы как женщина, если вы женщина, мужчина, если вы мужчина. Если вы загадаете мужчину, кто он по мнению Высших Сил? Что у него сейчас в жизни происходит? Это будет карта мужчины. А также в раскладе можно посмотреть других людей. Кто эти другие люди? Что сейчас у них в жизни происходит? И кто они по мнению Высших Сил? Это, может быть, ваши родовые корни, потому что карта Гробь или Крест — это две карты, которые показывают родовую историю. Может быть, сейчас какой предок через вас проявляется. Да? Всё это будет показано. Сейчас я буду карты эти готовить для вас. Мы посмотрим чётко и прямо. С вашего позволения я сделаю, наверное, попробую сделать так, чтобы этот расклад, он был немножко подальше, чтобы не так близко были мои руки видны. Если у меня получится. Итак, кто вы, по мнению Высших Сил, я подснимаю от себя, потому что расклад для вас. Я ищу вас в колоде Ленорман. То есть те карты, которыми вы окружены. Вот мужчина вышел первый. Он хочет лучше вам рассказать. И вы? Нет, вы вышли первая. Вы вышли первая. Карта перед вами — это сердце. И вы смотрите на мужчину. Мужчина вас защищает. То есть он первопроходец. Он идёт вперёд и смотрит. И смотрит, где можно идти, а где нет. Где будет для вас надёжно, а где нет. Он вас защищает. Он защищает вашу дорогу вперёд. Видите, иногда бывает так, что карта мужчины выходит сзади вас. Вообще так, чтобы вышло вот так вот сразу вы и он. Это большая удача, большое счастье. Если вы смотрите на отношения. А если вы смотрите на новые отношения, вот эта карта сердца говорит, что вас ищет мужчина, который хочет влюбить вас в себя. То есть он хочет себя показать с лучшей стороны. Мы иногда думаем, что при встрече, когда мужчина себя показывает с лучшей стороны, он хвастается. Или он хочет нас обмануть. Он хочет нас затянуть в сети. Но это в нас говорят предки. Ведь не зря вы видели, вышла карта гроб, она осталась на столе, она хотела себе заявить. Кстати, вот она самая первая здесь. Это карта ваших предков. Это карта предков, которые, знаете, боятся, что вы сделаете ошибку, хотят вас предупредить. Поэтому мужчина, который хочет себя показать с лучшей стороны, нам понравится, и, может, где-то привирает, где-то старается себя показать с лучшей стороны, он нам кажется обманщиком. Но поскольку вышла вот эта карта гроб первая, она объясняет, видите, гроб кольцу. Ваши предки, которые были женаты или замужем, это могут быть женщины, у вас родовые, которые вас хотят защитить от плохих мужчин. И они часто вам делают очень плохую услугу. То есть они хотят защитить вас от плохих мужчин, но в это же время вас защищают как бы от хороших тоже. Потому что вы слушаете этот внутренний голос, а это называется кармический голос, голос предков, который вам говорит, мужчина привирает, он обманщик, он балаболка, он ляпает языком. Он не такой на самом деле. А вот вы подумайте, когда вы идёте на интервью, что вы показываете? Свои самые лучшие стороны, правильно. Вы же не говорите сразу, что вам в себе не нравится. Или же человеку, которому вы хотите понравиться, вы ему говорите, что вы не опасны, вы ничего плохого не сделаете. Вы хотите человеку показать, что вы милый человек. Это же нормально. Поэтому у девочек, у которых отношения особенно новые, вам кажется, что а почему он хвастается? Но он очень хочет вам понравиться. Это очень хороший знак, что он хвастается. Он здесь такой Аполлон, видите, который где-то немножко хвастается, где-то хочет немножко вам понравиться и, может быть, даже показывает свои стороны, которые он думает, что вам подойдут. Это очень хороший знак. Вообще хороший знак, что вы и он вместе, если вы спрашиваете об отношениях. Если вы спрашиваете о хороших новых отношениях, которых у вас ещё нет, карта Гроб говорит, не подозревайте людей, которые к вам приходят в жизнь, думая, что они хотят где-то вас обмануть. Не нужно подозревать новых людей. Таким образом, если мы подозреваем новых людей, мы удачу к себе не привлекаем. Мы сразу ожидаем от людей плохого. Так нельзя. Когда мы ожидаем от людей плохого, это значит, что у вас был плохой жизненный опыт, и вы не доверяете людям. Это ментальная проблема, которую нужно лечить. Все люди изначально хорошие. Если человек проявляется как плохой, он, скорее всего, скажу прямо, такой человек, скорее всего, имел плохой опыт, и, может быть, он ментально не очень здоров. Но тот мужчина, который вам вышел, он вас любит. А здесь также, может быть, это вы, ваша и не я, вам нужно себя полюбить, не пытаться, мол, как бы себя ругать постоянно. Знаете, что я сейчас возьму? Сейчас возьму подставку, чтобы эти карты были видны тоже вот здесь, вот так, чтобы этот фон не мешал вам. Одну секунду, девочки и мальчики. Вот я вернулась, я взяла подставку, здесь я ее вот так поставлю. Это ваша карта, карта мужчины, вы вышли вместе. Это для тех, кого интересуют отношения. Если вас интересуют не отношения, а другие сферы жизни, я скажу, что диагностика очень хорошая, потому что вы будете любить, чем вы занимаетесь, это принесет вам средства. Кто вы, по мнению высших сил, человек, умеющий любить? Преданное сердце. Кто он, по мнению высших сил? Такой Аполлон, да, в саду. То есть, мужчина популярный, харизматичный, умный, умеющий продвигать свои дела. Это же неплохо все. Вот. И еще я бы сказала, что предки очень сильно на вас влияют, потому что карта гроб сама вышла, она говорит о предках. Очень часто то, что мы думаем, делаем, это предки на нас так влияют. Ну вот, если вы волнуетесь о других людях, загадайте сейчас себе этого человека. Это третье лицо. В астрологии есть два дома. Это первый и седьмой. Первый дом — это человек, Натал, то есть тот, который, ну, от которого гороскоп мы рассматриваем. А напротив — это оппозиция, оппозиция, всегда другие люди, и это люди другие, они всегда отличаются от вас. И чужой мир, он всегда седьмой дом, даже мир партнера, он чужой мир. Поэтому я сейчас буду брать карту, которая нам ответит на вопрос чужой мир. Вот те люди, которые вы сейчас спрашиваете, это могут быть или другие люди, друзья, враги, родные, чужие, коллеги, начальники. То есть мы посмотрим, кто этот человек, о котором вы сейчас спрашиваете, по мнению высших сил, что у человека может быть такого, о чём карты вам могут рассказать, чтобы вас научить с ним взаимодействовать. Нужно, конечно, знать о человеке больше правды, понимать его, чтобы с ним взаимодействовать, больше о нём знать. Поэтому ту карту, которую я сейчас возьму, я её загадаю, как другие люди в вашей жизни. И эта карта ответит вам на вопрос, кто тот человек, о котором вы сейчас подумали. Это может быть и мужчина, и женщина. По мнению высших сил, его портрет, его внутренний портрет, который человек может скрывать от других людей. Скрывать, потому что не хочет, не хочет показать своё лицо по той или другой причине. Вообще, на самом деле, очень часто это скрыто и от него самого, потому что мы сами себя до конца никогда не знаем. Мы себя не сделали. Сделал нас Творец, и мы не знаем себя до конца. Поэтому, если вы утверждаете, что вы знаете себя до конца или других людей, но, скорее всего, вы можете ещё больше что-то узнать. Карты могут показать вам более точно. Поэтому, если часто другой человек, который, может, запутал ваши следы, на самом деле, любой человек запутывает следы, мы его обозначим как карта Лиса. И я буду искать карту Лиса. Карта Лиса будет показывать его, этого другого человека в вашей жизни. и то, что впереди, перед Лисой и после будут его характеристики. Кого вы спросили? Если вы загадали мужчину, это страстная любовь к вам, это харизматичная личность. Я бы не сказала эгоцентрик, но не сказала бы даже эгоиста. Человек, который очень оптимистичный внутри. Часто в астрологии мы понимаем, что если человек пессимист сверху, он может быть оптимистом внутри. А если человек пессимист внутри и снаружи, это уже ментальное заболевание. Но этот человек, который кажется пессимистом сверху, он оптимист внутри, потому что карта Солнца говорит о его в общем таком характере, когда он надеется на лучшее. И карта Лилии говорит, что человек страстный. Может, это мужчина, если вы загадали, мужчина у вас очень любит по карте Лилия и хочет, чтобы вы его тоже полюбили, потому что вкладывается в вас, готов вкладываться. Пиковый король — это новый знакомый. Для многих девочек это новый знакомый, может быть, который будет вас очень любить, вкладываться в вас, которым вы можете очень радостно прожить жизнь. Если вы спросили о враге, вот это если враг ваш, каждый человек загадывает своё, поэтому гадание онлайн, оно очень чёткое. А Лиса может означать просто другой человек, там враг или друг. Вы знаете, даже если он вам враг, ну вот, знаете, скажу, это правда, даже собака любит своего хозяина, даже если он плохой человек. То есть даже если этот человек вам враг, у него в жизни есть что-то хорошее. Он где-то и хороший человек. То есть к другим людям, к самому себе, где-то… Может, он вас не любит, потому что он не очень понимает, что у вас могут быть чьи черты он видит, которые он не любит в себе. Да? У нас ведь у всех есть и положительные, и отрицательные черты, а так и внешние признаки. И положительные, и отрицательные. И из этого всего состоит человек. Идеально нет красоты. Об этом много в японской философии есть, что идеальное, но на самом деле не красивое. Оно не настоящее. Так что, может быть, ваш враг, он вот видит в вас то, что он себе ненавидит, а на самом деле вот он вас… Не то, что как человека ненавидит, он ненавидит вас за то, что вы показываете ему его собственные какие-то особенности. Не может принять себя до конца. Но что делать? А сейчас я возьму карты, которые ответят, что вам совет какой даст? Высшая Сила, да? Вот это Высшие Силы. Это Сам Творец даёт совет, а вот это Ангелы-Хранители. Касательно того, как вам жить дальше, в Любви, в любой другой сфере жизни. Смотрите, опять вышла карта Гроб. Как мощно, да? И эта карта говорит, что выходит на связь ваши предки. Всегда у меня в чтениях, когда выходит такая карта, это означает, что предки хотят что-то передать. Вы, наверное, считаете, что у вас есть какой-то кармический долг. По этой карте вы, может быть, считаете, что вас судьба не любит, что у вас препятствия весь, кризис, проблемы большие. Вот это может быть то. То оно самое, да? И часто так бывает, что карта Гроб открывает ваши страхи. Какие у вас есть страхи? Это ваши страхи. Вы боитесь, может быть, ну как острых предметов называется, бояться, да? Острой ситуации. Может, между вами и любимым человеком был острый, неприятный разговор. Это может быть кризис финансовый. Это может быть кризис среднего возраста у мужчины, и поэтому он так плохо к вам относится. А не потому, что он плохой. У него, самому ему тяжело внутри. Ему страшно внутри. Гробь и коса. Ему страшно внутри. И этот страх он проектирует на внешний мир. И вы первый человек, который рядом с ним. Естественно, на вас это отражается. Это может быть скандал, например, с родителем, с ребёнком. Ребёнком непонимание. Но нельзя понять ребёнка, потому что ребёнок хочет своей жизнью жить. Отлично от вашей. Нельзя понять родителя. Он прожил свою жизнь. У него свой опыт. И поэтому мы с такими людьми соприкасаемся, но до определённой границы. Мы не можем в душу человека влазить. У нас по... Ну, в наше поле славянское, такой душе, мы любим проникать друг к другу вглубь души. Это и хорошо, и плохо одновременно. Нужно давать человеку позволение, разрешить человеку быть собой. А если мы влазим к нему в душу, мы хотим, чтобы он был на нас похож. И здесь, может, ваша мать влазит вам в душу. Я возьму ещё дополнительную карту, вот эту. Ваша мать влазит вам в душу, хочет, чтобы вы были такая, как она. Ну зачем? Вы же не хотите её судьбу прожить, правда? Её судьба, может, не очень хорошая. А если даже и хорошая, это не ваша судьба. В любом случае, человек должен по своей дороге идти. Может, она вам внушает, какой должен быть у вас партнёр, как вы должны детей воспитывать, как вы должны суп варить, как вы должны выглядеть и так далее. И это очень большая тяжесть на вас. Гроб — это тяжесть. Да, это кто-то из семьи настаивает на своём, внушает вам какие-то мысли крутки, пробует вас убедить в чём-то. Ещё один совет вот здесь. Но это ссоры, видите? У вас, может, была семейная ссора. И поэтому вы сейчас смотрите этот расклад, вы расстроены. Может, вы плачете. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, если это так. Вы плачете, потому что у вас была семейная ссора. Или с любимым человеком, или кто-то из родней. Вы поссорились, некоторые на пустом месте, а некоторые просто ссора, знаете, она, как говорят, «boiled inside». Она была давнишняя. И вы долго терпели, скрывали свои чувства относительно того, как мужчина себя ведёт, как мать ведёт себя, как ваш ребёнок себя ведёт. Вы не хотели конфликта. И вы долго скрывали то, что вы чувствовали. Вы скрывали, потому что гроб — это скрыть. И этим вы ранили себя изнутри. Это токсичное поведение, когда мы скрываем то, что мы чувствуем. Но, с другой стороны, если скажешь напрямую, тоже будет токсично. И вот то, что вы скрывали долго, или он скрывал, это разъединило вас и сделало какую-то пропасть между вами. Вы разошлись в разных направлениях. Вы могли разойтись в разных направлениях с мужчиной или с партнёром каким-то по работе, или же с другом, с сыном, с дочерью. Потому что долго скрывали. А почему вы скрывали, или он скрывал, или она? Потому что боялись реакции. На самом деле, мы реагируем, когда это уже как бы… ну, нами выработана какая-то реакция, когда мы раньше реагировали на такие же обстоятельства, или кто-то другой относительно вас реагировал. Реакция — это плохо, потому что она основывается на страхе, и реакции в жизни нет. Лучше не реакция, а акция. Акция — это то есть действие. И действие должно основываться на том, что сейчас перед вами, а не на том, что было раньше, и что отложил отпечаток. Может быть, мужчина на вас среагировал, или мать среагировала. Часто реагируют действительно люди друг на друга, которые не могут контролировать своё поведение. И это сплошь и рядом, это кругом такое есть. Особенно в наше время, кризис, люди истощённые, нервные, напряжённые, боятся, запуганы. Действительно, тем, что сейчас в мире происходит, очень многие запуганы. Поэтому реагируют. Я бы сказала, что это может реагировать в семье особенно, с близкими. Потому что мы как бы держимся в руках, что касается других людей. А когда приходим домой, мы должны расслабиться. Человек должен где-то расслабиться. Он не может себя всё время держать в руках. И происходит вот такой, знаете, выход эмоций. И часто это негативно с родными людьми. Это очень сложно. И вот эта карта букет говорит, что этот родной человек, о котором вы сейчас думаете, или, может, он среагировал, или вы среагировали. Но это всё можно переделать. Здесь можно получить любовь, здесь можно получить взаимопонимание. Здесь нужно просто время. События будут улучшаться, поскольку эта карта, женщина, которая узнала жизнь, это пиковая дама, это женщина, которая знает жизнь, которая видела всё, видела страхи, видела кризисы. Это, может быть, вы, которая прошла жизнь. Жизнь — это ваш опыт. Очень неправильно думать, что человек, который прошёл негативный опыт, он как бы на одни и те же грабли наступал. Нет, это был опыт. А теперь вам жизнь даёт период счастья и удачи. Вы можете эту удачу позволить себе прожить. Ну, эта карта показывает счастье и удачу, да? Это же видно и так, карта букет. Обновление организма, прекрасное здоровье, успех в работе, успех в любви, романтика, любовь мужчины, счастье и удача. А карты говорят сами за себя. Ой, карта сама вышла. Я её, конечно, возьму, чтобы вам рассказать, что здесь изображено. Вы видите, эта карта клевер. И карта клевер говорит о том, что сейчас вы выходите на дорогу удачи. Клевер — это удача. Бубены — это бумажные дела, будут решаться, деньги будут приходить, будут в вашу жизнь приходить новые радости. А номер два — это две дороги радости, которые вы сейчас проходите. И обе эти дороги, они принесут вам много счастья, потому что эти две карты это означает «вместе». Да, действительно, может быть, был конфликт в доме, может быть, детям нужно дать жить свою жизнь. Мы не можем им соломки постелить. Это вообще грех пытаться помочь детям, идти их дорогой жизни, найти им любовь, найти им работу, найти им карьеру. Это самое страшное, когда родители выбирают, чем детям заниматься. Мы можем наблюдать за детьми и смотреть, к чему у них есть предрасположенность, и предлагать им на это посмотреть. Но ребёнок сам выбирает, потому что там, где мы думаем, у них есть предрасположенность, это может быть наше такое субъективное осуждение. И тоже мужчины. Мы можем думать, что мы знаем, что ему нужно. Часто с мужчиной мы обращаемся, как будто он наш ребёнок. Мы знаем, что ему нужно. Но на самом деле мы не знаем, что нужно другому человеку. И если мужчина вдруг станет такой же, как и вы, будет думать так, как вы, дела делать так, как вы, вам с ним перестанет быть интересно. Потому что нам интересны с людьми, они отличаются от нас. А если люди похожи на нас 100%, то такого не бывает. Кстати, такое бывает только в одном случае. Если мужчина вас так сильно любит, что он даже готов себя сломать и полностью думать, видеть жизнь так, как вы, вашими глазами, это делается обычно мужчинами от большой любви. И тогда мы к такому мужчине теряем интерес. Он нам не интересен ни в спальне, ни на кухне, ни в гостиной, ни на улице никак. Потому что он наша копия. Поэтому этот расклад говорит, что вы найдёте свою дорогу в жизни. Кто вы, по мнению высшей сил? Человек, во-первых, умный, удачливый, счастливый. И вы найдёте людей, которые будут вам подходить, потому что они тоже на жизненном пути. Они интересны вам. Что-то совпадает, а что-то и отличается. Так что я здесь вижу, я сейчас немножко просуммирую, буду идти дальше. Я здесь вижу, что было много сказано о мужчине. Кто он, по мнению высших сил? Человек, который себя ищет. Было много сказано о вас. Вы тоже себя ищите, но вы тоже ищите счастье, и вы его найдёте. Здесь восстанавливается ваш организм, и карта «Букет» говорит о вашем счастье. А также здесь было много, речь шла о семье, потому что аист — это семья, дети, родители, вы у себя как семья. Ну да, конечно. И если была ссора, я много очень сказала по картам, по какой причине, а можно переслушать. Каждый раз, когда будете переслушать, что-то новое услышите. А это совет. Это вам совет. И карта птицы. Эта карта была на дне колоды в начале расклада. И она показала, что видите, как здесь бубен, это радостное общение. Этот фей, карты фей, потому что они живые, феи — земные ангелы, то есть земная жизнь на земле. Кстати, земные ангелы, феи, они очень сильно отличаются от небесных ангелов. Потому что земные ангелы, они знают, что на земле есть всякие эмоции. И бывает эмоция справедливого гнева. Это правильная эмоция. Или же эмоция любви и так далее. Гамма эмоций, она разнообразная. И когда выходят феи, это карта фей, они показывают, что на земле жизнь, она интересная, она разнообразная. Но нужно общаться вам с теми людьми и событиями, и обстоятельствами. Ведь мы общаемся тоже с воздухом, когда дышим, с природой, когда идём на прогулку. Ну, буквально со всем. Чтобы радость доставляла общение, бубен — это масть радости. А семёрка бубен здесь — это встречи, это встречи радостных людей. И вам даётся совет, что когда вы общаетесь с людьми, проецировать можно в общий мир. Ну, приятно, когда вас заметили, да? Ведь даже если человек думает о вас хоть что угодно, это лучше, чем равнодушие. Равнодушие пожинает старость. Равнодушный человек в жизни становится, когда он очень старый. Но это может быть 30-летний, 90-летний человек, который равнодушный к жизни. Но это ментальная проблема. А если человек вам неравнодушный, он выразил свой интерес, это большая удача. И номер 12 означает по нумерологии 3, это встречи с тем, что вам интересно. Вы другой человек и то, что между вами. Между вами может быть взаимный интерес. Это такой расклад на взаимный интерес. Когда мы встречаем мужчину, часто мы думаем для серьёзных отношений, к каждому мужчине присматриваемся как к будущему партнёру. Это неправильно. Потому что инициация отношений никогда не бывает вот такой на всю жизнь. Она просто инициация. Это первая встреча, это интерес взаимный. И мы взвешиваем как бы на весах. Подходит нам человек для сегодняшнего общения. А жизнь состоит из миллионов, миллиардов мгновений, ну сегодняшнего мгновения. То есть это жизнь здесь и сейчас. А со временем будет видно. Это человек для серьёзных отношений или для того, чтобы просто познать других людей. Это же интересно. Точно так же и на работе. Любая работа, она должна рассматриваться как сегодня только. Постоянства в мире нет ничего. Постоянства только в гробу. Предки наши, они постоянные, константы. А работа, она каждый день даётся нам для заработка и для интереса. Как говорят некоторые такие, что коучи, что человек всегда должен быть в поиске новой работы. Даже если работа у вас хорошая, приносит много денег. Потому что это вам даёт ощущение, что нет ничего постоянного. Но обновление в этом и есть жизнь. А карта птицы говорит, что будут общения с новыми людьми, с новыми знакомыми, с друзьями, с любимыми. А с самим собой нужно наладить общение. И мы сами себе тоже до конца никогда не бываем знакомы. Для этого есть карты, которые показывают, кто вы по мнению высших сил, как сегодняшний расклад, кто он по мнению высших сил. Сегодня, в данный момент. Потому что человек себя никогда не может познать до конца. Мы себя не сделали, сделал наш Творец. и мы себя не можем познать. Творение не может себя знать точно до конца. Поэтому в этом есть всегда какая-то новизна. Мы сами себя открываем каждый день. Открываем мужчину, что какие-то в нём черты новые. И эти новые черты делают нашу жизнь разнообразной. Иногда так бывает, что с партнёром мы якобы всё знаем. Поэтому в семье, вот как супруги, они редко общаются. Они если идут даже на кофе, они просто сидят молча. Это очень грустно. Это очень грустно, когда пропадает общение у людей, пропадает интерес друг к другу. И есть такое отношение judgmental. То есть женщина как мать относится к мужчине. Поэтому как ребёнок, подросток не хочет с вами говорить, он знает, что вы осудите. То же самое мужчина к женщине может относиться точно так же. Я, мол, знаю тебя, знаю, что ты уже скажешь, мне интересна новая любовь. Вот так получаются измены. Я здесь не скажу об изменах совсем. Об этом ни одна карта не показала. Я просто рассказываю вам то, что мне передаётся в живых каналах карт. Чтобы не было между вами вот таких ситуаций, общайтесь каждый день, даже если не хочется, если тяжело, если вы знаете, что вам не понравится, что он скажет. Посмотрите ему в глаза и решите для себя каждый день, хотите вы с этим человеком сегодня быть. Не думайте о 10 лет от сегодняшнего дня. в этом нет правды. Правда есть только в сегодняшнем дне. И если каждый день вам всё больше и больше хочется узнать о нём и ему о вас, вот это и есть любовь, это есть на всю жизнь прекрасные отношения. Вот так, девочки, у меня получилось для вас сегодня. Сегодня — это ваше сегодня. Когда смотрите, тогда и актуально. Расклад получился очень insightful, очень классный. Он говорит о счастье, конечно, о любви. Он говорит, это карта обереги, это мой метод. Счастье, любовь, благосостояние, успех в семье. Может, некоторые вот по этому раскладу работают из дома. Поэтому конфликтно, поэтому тяжело работать из дома. Ну да, я работаю из дома много лет, так называемая удалёнка. И до того, что случилось с нами со всеми, я это делала годами, для меня новинки в этом никакой нет. Я, как говорят, на этом собаку съела. И могу сказать, что в этом есть свои плюсы и минусы. Об этом будут другие расклады, другие астрологические прогнозы на моих каналах. Пожалуйста, смотрите. Ещё скажу, что если вы хотите, чтобы я делала больше раскладов, делитесь, пожалуйста, моими видео с друзьями, потому что это ну как бы это очень приятно для меня будет. Если хотите, доставить мне удовольствие, как бы сказать спасибо за мою работу. А я знаю, что карты — это психологи, они магические психологи, это магия из древни. И поэтому в кардах не просто много правды, вся правда. Я им доверяю и знаю, что они могут вам помочь жить. Поэтому очень люблю вас, для этого стараюсь. Ну что ж, будем видеться. Всем любви, добра, благополучия. Спасибо, что пришли. Спасибо, что придёте ещё. Но вы приходите для себя, а не для меня. Кстати, подписка на канал, она не для меня. Это неправильное выражение подписка на канал, потому что вы подписываетесь на мои видео, а не на меня. Кто не знает. Так что всем добра, любви, огромное спасибо за спонсорство, если вы спонсоры, или за лайк, если вы не спонсоры. А с любовью к вам ваша Лена. Будем видеться.